Кажут, что их работа подобная на шахматную парту. От умения пролечить на первый день злочинцы и провести правильную комбинацию, шматшим залежит поспех оперативной деятельности. У сферы отказности супрацовников криминального вышеку, хулиганства, крадежи, забойства. Ветераны кажут, что, бадая самыми складанами, для их были 90-е, когда тяжкие злочинства регистровались практически каждый день. Сегодня ситуация больше спокойная, но это не значит, что профессионалы могут успокоиться. С 2014 года у нас в области раскрыты все убийства. Раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений на уровне 95%. Но мы себя этими процентами не успокаиваем и хотим дойти до каждого преступления. Безопасность в нашей стране – это бренд нашей страны. И мы этим гордимся. Свою историю криминальный вышек в Одесс 5-го Кострюшника 1918 года. В этот день коллегия Народного комиссариата внутренних справ зацвердила положение об советским криминальным вышеку. Его органы створались в городах с населенством не меньше за 40 тысяч человек. Главная задача – оховы революционного парадку и боротьба с бандитизмом. До профессийного свято в Гомеле створили свою особливую аллею героев криминального вышеку. Усеволод Ковальчук раскрыл 53 наумысные забойства, Яков Юдович – свыше 100. Владимир Ким прима уделу раскрыти 300 забойствов. Боротьба со злочинностью за всюду была наиважнейшей функцией любой державы. Пускай не всегда это может быть заметно, но вместе с тем только оперативный работник знает, что такое раскрыть преступление. Поэтому успехов, оперской удачи, всего самого лучшего. Ну и действительно семейного благополучия их семьям, женам. Хотелось бы пожелать терпения. Еще раз семейного благополучия и всего самого лучшего. Олег Синцюров, Максим Савин, Валерий Гапанько, Телерадо, компания Гомель.